Сегодня у нас глава 11. Чем хороша и замечательна эта глава? Она, с одной стороны, подытоживает вроде все то, что мы уже прошли, а с другой стороны, из того, что мы все вместе собрали, сделали, она делает предпосылки на развитие и изучение этого процесса дальше. Что очень хорошо, это 11 глава, как раз у нас получается последнее занятие в этом цикле, потому что по техническим причинам мы в следующий раз соберемся до 16 сентября. До 16 сентября, если кто-то хочет присоединиться, пожалуйста, есть полтора месяца изучить 11 предыдущих глав, прочитать или посмотреть видео на ютубе. Учитывая, что там стоящий Маркс подвесил, там хотят люди к нам прийти, есть Ленмарк, хотят тоже к нам люди прийти, так что давайте догоняйте нашу программу и в сентябре встретимся. 16 сентября. А теперь давайте по теме конкретной главы. Мы на прошлых занятиях рассматривали, что у нас есть рабочий день, который вырабатывает прибыль, которая делится на постоянный капитал, переменный капитал и дополнительный прибавочный капитал, который он же прибыль, он же маржа. В прошлых же главах мы говорили о том, что вообще это рабочий день до одного рабочего. А капиталистическая производство начинается тогда, когда у нас таких рабочих много. И это очень интересный момент. Когда у нас рабочих много, допустим N, опять же мы рассматривали это в прошлой главе, то и прибыль, вот этот, каждый отдельный человек, который прибавочный труд, прибавочное время тратит и приносит прибыль, все вместе они обозначаются M, то есть маржа большая, общая. Отсюда очень интересный момент появляется, что вот эти вот индивиды, это отдельные люди, их отдельный рабочий день, рассматриваются со стороны капиталиста как общность. Их много, их до сега. К каждому подойти подхода нету, допустим N, когда 1000 равна, капиталист даже не знает каждого человека. Соответственно отдельный каждый работник, несмотря на то, как он эффективно трудится и делает ли он больше, чем остальные сотрудники, да, то есть если он трудится больше времени. Для капиталиста особо разницы нету. Это средняя погрешность производительности труда. Маркс приводит такой пример, что на другом человека ссылается, что в сельском хозяйстве 5 батраков, которые работают на фермах, когда уже 5 человек, нет разницы, кто там из них особо эффективнее или меньше работает, уже начинаются средние показатели. То есть 5 человек, вот это N, когда равно 5, уже не имеет разницы от индивидуальной способности человека. То есть вы можете работать в два раза больше, чем ваш напарник, но для капиталиста это без разницы, потому что он смотрит на общую массу. Да, ты работаешь в два раза больше, но другой человек будет халтурить работать в два раза меньше. Прибыль все равно останется одинаковая, затраты на зарплату останутся одинаковые и разницы никакой нету абсолютно для капиталиста. Для него это среднее число, средний показатель. Отсюда, соответственно, капиталист, когда смотрит на всю эту массу рабочих, ему нет смысла заниматься каждым отдельным и развивать производительность каждого отдельного рабочего. Их слишком много. Поэтому он на эту массу работников смотрит в целом. То есть это его наемные рабочие, с которым он делает, что хочет. И повышение производительности труда, чтобы они больше приносили прибыли, соответственно, тоже относится не к отдельному человеку, а вообще ко всей системе в целом. То есть наивно думать, что если вы много-много работаете, то вас пойдут шлют на обучение, чтобы вы еще больше работали. Нет. Если производство достаточно крупное, это просто никто не заметит и, скорее всего, обучать будут сразу всех вместе. Обратная сторона медали. То есть работников у нас много, а с одной стороны у нас конкретный человек, конкретный капиталист. Он заключает отдельные договора со всеми отдельными работниками. И, соответственно, отношения со всеми отдельными работниками имеет, но воспринимает их как одна масса. Отсюда появляется приспосылка к тому, что все эти рабочие начинают объединяться и, так сказать, осознавать свою классовую принадлежность. Это о чем мы уже, в принципе, говорили, что профсоюзы появляются на предприятии как раз как ответ отношения капиталисту ко всем вместе взятым, к индивидууму, как к одному целому. То есть это ответное действие. С одной стороны у нас юридическое лицо – это капиталист, который оформляет договор на работу, а с другой стороны у нас профсоюз, который тоже юридическое лицо и оформляет колл договор с этим монополистом, капиталистом и снять. В принципе, такая схема, когда у нас есть один хозяин средств производства и много-много рабочих, она появилась уже достаточно давно. То есть в древнем времени уже зарождалось все это дело, поэтому большинство терминов, которые пришли к нам сегодня, в том числе используются Марксом, они пришли еще из латыни и в принципе использовались еще при древнем Риме. Тогда уже были крупные рабовладельцы, у которых были по нескольких тысяч рабов, которые работали в латифундиях, они выпускали в том числе и промышленные товары. Потом, правда, с падением Рима это все немножко загнулось и уже в конце средних веков опять начала развиваться, но в принципе такая схема появляется не только при капитализме, но и гораздо раньше. Когда много работников вместе работают, они же у нас не просто работают в вакууме, не каждый там делает свои кусочки, они работают в кооперации. То есть наша задача конкретная, продукт, товар, который у нас выйдет, разбивается на некоторые отдельные кусочки и обрабатывается разными людьми на разной стадии. Соответственно эти люди должны между собой взаимодействовать, это и называется кооперация, то есть позволяет людей объединить для производства. Зачем это вообще надо? Почему произошел переход от ремесленников? Что такое ремесленник? Ремесленник это, который изготовляет товар, полный цикл производства делает сам. Взял бревно, расколол его на баклуши, из баклуши вырезал ложки, ложки продал, раскрасил предварительно. Когда у нас работников много, эти операции можно раздробить на части и соответственно один пилит бревна, второй бьет баклуши, третий вырезает из них ложки, четвертый красит. Это очень сильно ускоряет процесс производства. Операций мало, квалификация нужна низкая, делает, что это быстро не отходя от кассы. А если еще предусмотреть человека, который будет между этими цепочками ходить и просто подносить расходный материал и уносить готовые болванки, то процесс производства еще больше ускоряется. Отсюда появляется мысль о том, что кооперация очень-очень выгодна и без нее особенно никуда не денешься. Она крайне полезна для капиталистов в том числе, но и вообще для организации любого производства. Когда у нас много людей, тех же ложкарей, которые ложки у нас делают, нам не надо каждому отдельный домик поставить, в котором он будет делать ложки. Их можно все собрать в одном домике, только побольше размером и они там все дружно будут заниматься производством. Соответственно, необходимость в постоянном капитале, то есть средства производства, это здание, где сидит ремесленник и что-то делает. Мы делаем большой один барак, куда всех вместе сгоняем, соответственно, мы экономим на большом количестве зданий. Соответственно, постоянная часть капитала у нас снижается. Снижаются издержки, соответственно, повышается прибыль. Кроме того, соответственно, если у нас сидит мастер, который делает полный цикл производства, пилит бревна, бьет из них в баклуши, режет ложки, красит, это высококлассный специалист, которому надо платить больше денег. Мы разбиваем на куски, там любая обезьяна может сидеть и колотить это бревно на баклуши. Ничего сложного, соответственно, можно взять, как мы рассматривали в предыдущих главах, да, как в Англии это доходило, брали детей на такие простые легкие операции. Им надо меньше платить, соответственно, мы сокращаем переменную часть капитала и повышаем за счет этого нашу прибавочную стоимость. Наш капитал и марша растет. Это относится не только к таким затратным вещам, как здание, да, когда мы всех вместе концентрируем в одном месте. Это позволяет сэкономить еще на многом, но много о чем еще. И в итоге постоянная часть капитала за счет кооперации, за счет укропнения и концентрации производства постоянно падает, а прибыль постоянно растет. Отсюда, соответственно, тенденция на укропнение и кооперацию производства. Укропнение не в том плане, что всех собрать под одной крышей. Тут как бы тоже мы должны понимать, да, огромный ангар, где очень-очень много людей, он стоит очень дорого. Опять же, смотрим на сегодняшнюю картину. У нас куча старых заводов советских, которые уже не действуют. Помещения огромные, большие, пустуют. Никто туда заехать не может, потому что они слишком большие, никому не нужны. Их обслуживание, этих помещений слишком дорого обходится. Обогрев, ремонт и тому подобное. То есть крупная, это не имеется в виду крупная именно в размере, а крупная, именно крупная производственная единица. То есть, когда много товара выходит у нас на выходе. Еще один плюс. Кооперация. Это когда технический процесс может идти одновременно. Да, если у нас ремесленник должен сначала выпилить бревночки, покалить все это, все делать по очереди, у него цикл занимает достаточно больше. При кооперации некоторые вещи можно распараллелить и делать параллельно. То есть, сразу один колит, из них тут же вырезают ложки, тут же их красят, продают. То есть, процесс непрерывный. Строим здания. Пока одни заливают фундамент, другие у нас делают кирпич, формируют для его складывания. Третий выпиливают оконные проемы и заготавливают дерево. Потом они все вместе накидываются и строят полностью дом. Если это делать будет один человек, строить дом, этот процесс растягивается сильно по времени. А за счет использования кооперации и распараллеливания процесса производства, мы эти сроки сильно-сильно сокращаем. Опять же, если у нас сокращается срок выпуска товаров, у нас сокращается зарплата, сокращается необходимость в постоянном капитале. То есть, у нас меньше простаивают здания, склады и тому подобное. Соответственно, опять же, капиталист стремится распараллелить все это дело, чтобы сэкономить на затратах и получить больше прибыли. Что еще у нас такого интересного в этом моменте есть, когда у нас кооперация именно нескольких людей для производства чего-либо. Люди же работают не отдельно друг от друга, они работают в коллективе. Когда люди работают с друг дружки, начинается небольшая определенная конкуренция. Ты смотришь, сколько делает твой сосед, если ты видишь, что ты меньше делаешь, ты боишься, что тебя там уволят, тебе не выплатят премию. Ты начинаешь работать более усердно. Соответственно, твой сосед, который до этого и так трудился активно, он смотрит на тебя и пытается, соответственно, тоже наработать. Опять же, кто работал на дому фрилансером, да, ты там сидишь, тебе вот сегодня что-то дожник за окном, лениво, лучше еще часок посплю. Соответственно, дисциплина страдает и производство страдает. Когда ты приходишь на работу в 8 утра и все коллеги тебя видят, все нормально. Как только они тебя не видят, они сразу вопрос задают, а где наш товарищ и коллега по работе, его нету. Соответственно, возникает вопрос, а не накинуть его на премию, заплатить ли ему меньше денег. Соответственно, это дисциплинирует. Ты хочешь, не хочешь, во-первых, работник полностью все 8 часов будет отрабатывать, как минимум. Плюс он будет стремиться выровняться на показатели своих коллег и, соответственно, повышать свою интенсивность труда и производительность, соответственно, давая капиталисту дополнительную прибыль. Опять же, возвращаясь к предыдущей главе, где это было озвучено, в этой это еще раз повторяется. Когда у нас очень-очень много работников, когда они объединены в корпорацию, кооперированы между собой и работают на большом производстве, то есть, когда их количество достаточно большое, это производство переходит на следующий качественный скачок. То есть, количество переходит в качество. В том плане, что это новое качество. То есть, если раньше у нас сидела артель ремесленников, которые работали в одной избушке, при разрастании их числа и разделении всего процесса на этапы, у нас появляется более новое качественное производство, называющееся мануфактура. А, соответственно, когда у нас на мануфактуре нарабатывается количество людей, участвующих в производстве товара и специальностей разных, у нас мы переходим к фабрике и заводу и так далее. Можно опять же привести пример, на который мы не раз ссылались, производство современных самолетов. Boeing, Airbus. Цепочка производственная настолько большая и длинная. Там и программы нужны, и металлы, и пластики, и электроника, и чего там только не надо в этом несчастном Boeing. Там, в целом, при современном уровне производства участвует около полумиллиарда, ой, 500 миллионов, правильно, полумиллиарда человек надо для произготовления современного Boeing. То есть, вот эти 500 миллиардов, они вроде как на одном-то заводе не работают, это разные предприятия, но все они скоперированы для выпуска одной и той же продукции. Ну и, соответственно, кто-то получает прибыль, тоже единый человек. Не надо об этом забывать. Так, дальше. Все эти вещи Марк опять же рассматривает диалектично, как мы уже говорили. То есть, если мы посмотрели, с одной стороны, как все это приобретает и увеличивает себе прибавочную прибыль капиталисты, мы, соответственно, с другой стороны, всегда должны смотреть, как вынуждены работать работники во всей этой ситуации. Да, конечно, когда ты смотришь, что твой сосед работает больше и производит гораздо больше, ты пытаешься под него подравнивать. Это с одной стороны. Пытаешься вырабатывать столько же, сколько он. С другой стороны, есть и обратная тенденция, когда и ты, и он сговаривает, и начинаешь производить меньше, чтобы обоим не перенапрягаться и получать больше денег, но меньше трудиться, соответственно, меньше тратить сил своих жизненных. Очень популярная сейчас форма забастовки итальянская. Вот сейчас врачи скорой помощи все массово в разных городах постепенно начинают бастовать. То есть, профсоюзная организация, которая объединяет всех, весь этот коллектив, всех этих работников, она берет и говорит, давайте вот мы будем работать поменьше, снижим выработку и будем тем самым давить на капиталиста. Потому что капиталист получит меньше прибыли и, соответственно, он это сразу почувствует и начнет что-то делать, чтобы прибыль снова увеличилась.